Спасались, спасая, и даже если умерли, то на своем последнем пути кого-то подняли, а выжили так потому, что кому-то нужны были больше даже, нежели самому себе. И вот Александра Максимовна Арсеньева помнит, что нынешней своей жизнью она обязана людям, которые спасали ее. И не раз. Кто меня спас? Вот недавно я нашла своего, можно сказать, спасителя. Она меня устроила в комсомольский полк. Нашла я ее совершенно случайно. Она приехала навстречу школьных друзей из Алтайского края. А первый мой спаситель, я даже не помню его фамилии, но знаю, мы работали с ним вместе, что он был шофер. Кого он возил? Он теперь, я теперь не знаю, но его звали Саша. Очень симпатичный парень был. И вот как-то он приехал к одной женщине и решил забрать своего племянника. Привез он ей спирту немножечко, чуть-чуть гречневой крупы и, конечно, чурки, отапливаться. Вот они сидят за столом, какой-то сыр, как мыло едят. А я лежу. Саша смотрит. Кто это у тебя? Да вот женщину нашли без сознания. Была бомбежка. Не знаю, кто она такая. А я-то его узнала. Я так слабо, слабо говорю. Саша. Он так посмотрел, подошел ко мне и говорит. Александра Михайловна, это вы? Я говорю, я Саша. И вот он пошел на работу, а я там была списана, как пропавшая без вести. Пошел и сказал, где я. Ко мне пришли. Потом уже на санночках домой доставили. В больничный дали. А я уже умирала. Но девочки у нас были хорошие. Они с меня снимали платье. У меня платье с Невского 12. Золотистое, шелковое. Вот это платье выстирают, наденут, выстирают, наденут. Каждый, кто приходил, все почему-то платье стирали. Я лежала в чистом. У меня не было вшей. На работе я осталась главным бухгалтером. Ну какой я главный бухгалтер, если я думала только о хлебе? И дочку я взяла с собой на работу. Сколько их подобных случаев. Каждый отдельно может показаться нечаянным. Но когда слышишь о них подряд, начинаешь понимать, что за этим стоит. Продолжение следует...